Привет, друзья, коллеги, подписчики! Как инвестировать в DAISY? Это неправильная формулировка. У нас нет инвестиций в DAISY, у нас покупка краудфандинговых пакетов. Вот в этом видео я попытаюсь так вот коротко и внятно объяснить, что же здесь за дела с инвестициями и в общем как это просто сделать. Ну, ради чего это делать, собственно говоря, наверное, все понимаете, потому что прибыль хорошая. Вот Форекс нам за пять месяцев 148 процентов дал торговлю на Форексе. Вот есть еще и криптоторговля. Криптоторговля еще не введена в той степени, в которой Форекс, в то должное состояние, которое мы от нее ожидаем. Но скоро и это тоже произойдет. Итак, здесь нет такого понятия вот в DAISY, как инвестиции. Это краудфандинг. То есть сразу перевожу на русский язык. Это пожертвование. То есть вы жертвуете какие-то свои средства для того, чтобы, вот внимательно, чтобы получить долю в компании. Но в отличие от стандартного такого краудфандинга, который я сейчас текст его фактически произнес, компания, часть средств, которые вы направили на покупку пакета, переводит на торговый счет и торгует для вас. А прибыль эту торговлю мы можем забирать. После того, как краудфандинг закончится, можем забрать и само тело. Ну, как его еще назвать? Ну, в общем, те средства, которые пошли в торговлю. Но пока краудфандинг идет, в торговле эти средства должны оставаться. Для чего? Ну, потому что смысл нашего краудфандинга – это скидываться на то, чтобы Анна Беккер со своей компанией Индотек совершенствовала торговый алгоритм. То есть, чтобы было меньше минусов, были плюсы, и чтобы эти плюсы были побольше. Ну, в Форексе уже имплементирован вот этот новый искусственный интеллект, на который мы, собственно, скидывались. Если вы его видите, здесь есть личный кабинет, циферка такая хорошая. Почти 4 миллиона долларов. Это то самое, что мы уже собрали для развития этого искусственного интеллекта. Хотя всего потолок – это 10 миллионов требуется на разработке. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Они есть в большом количестве в моих разных презентациях. Все-таки Дейзи уже почти полтора года. За это время я много чего успел назаписать и наговорить. Так что смотрите. А пока скажу, что краудфандинг этот предполагает не только то, что вы купили некий, ну, сделали некий взнос, да, и получили взамен долю компании. Но и то, что часть средств, а именно 70% от тех средств, на которые вы покупаете пакеты, идет в торговлю. Кое-каких случаях 50% средств, кое-каких 90%. Тоже не буду вдаваться в подробности. Сейчас нам главное все просто показать и легко. Так, наверное, для вступительной части достаточно. Значит, здесь есть 10 пакетов. Первый пакет стоит 100 долларов, второй 200, третий, как вы догадываетесь, уже еще в два раза больше, потом еще в два раза больше, то есть 400, 800, 1600, 3200 и так далее. Пока вы не достигнете общего объема стоимости пакетов в 101, по-моему, 200 тысяч долларов. И это будет 10 пакетов. Каждый пакет умножается на 2 по стоимости, да. Значит, с первых двух пакетов половина уходит на торговлю. А вот с третьего и дальше пакетов, третий, я напомню, это тот, который стоит 400 долларов, да, уходит уже 70% в торговлю. 30% направляются в краудфандинг. Краудфандинг обменивается на доли. Доли, они указаны у меня вот здесь. Смотрите, вот я, например, купил пакетов всего на 54200 долларов. На каждые 100 долларов давалось тогда, когда я их покупал, по одной доле в компании. Сейчас дается в два раза меньше. То есть сейчас у меня было бы на 54200 вложенных, 271 доля бы у меня была. Вот. Так. Значит, доли, когда закончится краудфандинг, будут обменены на реальные акции компании, либо по стоимости каждой акции будет перечислено, ну, если небольшой взнос, просто USDT-шек прямо в кошелек. Ну, это все дело не ближайшего будущего. Это в 2023 году будет не раньше, я думаю, чем середина года. Потому что эндотеку надо набраться еще сил, и чтобы выйти с хорошей капитализацией, чтобы у нас акции стоили прилично. На акциях мы можем отдельно заработать, мы их можем у себя ставить, получать дивиденды, можем продать и так далее. Это история в долгую, да. Вот. Прямо здесь сейчас мы получаем прибыли, которые я просто вкратце покажу. Очень даже весомые. Но я покажу Форекс, потому что на нем уже работает новый искусственный интеллект. Вот. У меня есть об этом отдельное видео. Вот видите, прибыль я всю снял, поэтому здесь график идет вниз. То есть оно росло, 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 росло. 1550 вложенных. Ну, правда, я инвестировал тогда, когда еще, вернее, покупал пакеты, когда еще было 50 на 50. То есть я купил 5 пакетов, по 3200, по 300, да, получилась общая стоимость. Половина ушла в торговлю. Вот. Сейчас бы это было бы уже не половина, а около 2000. То есть 70%. Вот. Всего прибыли 2300, 148 с половиной процентов. Но я уже вывел 2300, вот всю прибыль. Из которых комиссия 30% вывелась 1606. Ну, ладно, я отвлекся от темы. Значит, давайте все-таки как инвестировать. Не будем делать сильную презентацию. Итак, пакет первый покупается вот таким образом. Смотрите, да, вот на этом видео. Я захожу по ссылке того человека, который меня пригласил. Я могу выбрать комбо, форекс или крипто. Вот куда хотите, туда и вкладывайте. Можете диверсифицировать и вложить сразу одновременно и в комбо, и в крипто. Значит, к чему надо быть готовым? Берется комиссия за сеть. Вообще, для того, чтобы инвестировать, ну, купить пакеты в Дейзи, надо немножко попыхтеть. То есть это не просто зашел там, с кредитной карты оплатил. Надо сначала приобрести USDT-шки. USDT-шки поменять на троны. Или наоборот, приобрести троны и поменять их на USDT-шки. USDT-TRC-20, то есть в троне. Есть стандарт ERC-20, есть TRC-20, есть там другие стандарты. Но, в общем, нам нужны именно троновские USDT-шки. После того, как вы их где-то приобрели, или это обменник, или кто-то ваш знакомый, или на бирже, в общем, вы их приобрели, сделали троны тоже. Значит, на каждый пакет, который будете покупать, первый, второй, третий, четвертый, ну, на первый чуть побольше потребуется где-то 250 тронов. На второй, 250 тронов это что-то порядка, вот. Ну, я сейчас титром пущу, сколько на самом деле посчитаю, после того, как видео уже запишу. Так, на второй, третий и так далее пакеты, ну, по 200 тронов хватит. При этом, что система снимает не все эти троны, которые я сейчас назвал, а процентов 80 от этой названной суммы. Вот. Это называется комиссия блокчейна, и здесь все автоматизировано. То есть здесь нету, ну, вы, например, покупаете где-нибудь там за карточку, на карточке оплачиваете что-то, да, и какой-то секретарь или администратор там вручную там вносит, куда-то переносит. Нет, здесь все происходит автоматически, в общем, этим мы и гордимся. Это такая модная вещь, она даже считается в мире блокчейна более надежной, чем какой-либо юридический договор. Вот, потому что это смарт-контракт. То есть все происходит автоматически, никто ничего не может сделать не так, как это запрограммировано. Вот. Поэтому, когда вы покупаете первый пакет, сразу половина уходит в краудфандинг, вам даются доли на это. Я напомню, на каждые 100 долларов дается полдоли, да. И вторая половина идет в торговлю. Если это комбо, соответственно, у вас и комбо идет в торговлю, ну, в смысле, и форекс идет в торговлю, и крипто. Да, вот как у меня, например, первый пакет, у меня и крипто куплен, и форекс. Вот. Дальше вы покупаете, ну, вернее так, вот процесс я вам показал сейчас, как покупается первый пакет. Дальше вы нажимаете пакет 2, ну, может быть, это у вас будет на английском, вот здесь, видите, вот так вот переключается, да, вот. Может, это будет tire 2, вот. Вы нажимаете на tire, и дальше вы выбираете внимательно обязательно форекс или крипто, потому что можно так в просаг попасть, выбрать что-нибудь не то. Значит, есть такое правило, вы не можете купить следующий пакет, пока не купили предыдущий. Но зато, как только вы купили какой-то пакет, вы можете покупать его бесконечное количество раз. Его или предыдущие пакеты. Вот. Ну, давайте, смотрите, у меня на форексе куплено 5, а на крипто куплено 9. Вот. Я сейчас на форексе, вот, куплен пятый пакет, я могу купить моментум пакет, вот так вот нажать, и у меня моментум – это пакет, когда 90% идет в торговлю, а не 70% и не 50%. Вот. 8 долей дается, да, на 1600 долларов, 8 долей, видите, по полдоли на каждые 100 долларов. Подтвердите платеж, и, соответственно, у меня будет куплен моментум пакет. После этого я могу покупать уже обычные пакеты, потому что на каждый пакет могу купить только один раз моментум. А теперь я могу покупать тайр 5 уже не моментум, а обычный, то есть 70% пойдет в торговлю. И у меня есть вариант купить комбо. Почему? Потому что у меня куплен пятый пакет и крипто, и форекс, и я могу теперь купить бесконечное количество пакетов комбо. Чем выгодна комбо? Когда вы покупаете и крипто, и форекс, вы жгете троны один раз. Не отдельно и крипто, и форекс, а один раз вы троны свои тратите. А тронов здесь, видите, на каждый пакет порядка 200. И вы сожгете не 400, а 200 тронов. Это удобно. Тайр 6, видите, я комбо уже не могу купить. Почему? А потому что у меня в шестой пакет не куплен форекс. Поэтому я могу купить только, докупить, например, форекс. И крипто у меня куплен. Вот видите, он показан, что он у меня куплен. Я могу купить больше. А вот в форекс, в шестой пакет, не написано contribute more. То есть купить еще. Давайте на русский переключу. А написано... А, не переводится здесь это на русский, да? Не все слова здесь переводятся у нас с вами. Вот. Так примерно это все дело выглядит. Значит, если у вас какой-то пакет не куплен, вот у меня 10 не куплен, вот 9 куплен, да? В крипто. Вот он у меня показан, что всего куплено один. Всего потрачено денег на этот пакет вот столько, да? Я могу купить еще. А вот 10, он у меня, видите, не написано, что он у меня куплен. Поэтому я нажимаю contribute tire. Ну, у меня должно быть для этого 51 тысяча 200 на счете и хотя бы 200 тронов. И тогда у меня купится этот 10 пакет. В общем, считаем, что я вам объяснил, как купить пакеты. В общем, все достаточно просто. Что еще я не объяснил? По-моему, все. Вот так выглядит ваш личный кабинет. Ну, это уже тема отдельная. Вы ее посмотрите в других моих видео. Все эти бонусы, что это такое, это все тоже в других видео. А пока наша цель была просто научиться покупать пакеты в Deysi. Вот что для этого нужно, я вам сейчас объяснил. Все, что ли? Поехали. Поехали. Продолжение следует...